Забит Магомед Шарипов был настоящим феноменом и при этом настоящей загадкой смешанных единоборств. Скромный и вежливый вне боя, в клетке Левринген превращался в настоящего терминатора и ломал всех соперников одного за другим. Причем делал это он невероятно зрелищно. Боец, который подряд сокрушил шесть соперников UFC, стал настоящей звездой в Америке. И заслуженно ожидал титульного боя, но так и не дождавшись, внезапно для всех объявил о завершении карьеры. На своем пути он сокрушил немало крутых бойцов, но что характерно, не в США, а на российских турнирах он встретился с самой жесткой оппозицией в своей карьере. Один раз это было в финале чемпионата России по ДГДМ Ван Глобал, и мы про этот бой еще обязательно расскажем. А вот второй посмотрим прямо сейчас. Это случилось в финале гран-при легковесов в ProFC в 2013 году, где соперником Забита стал один из самых стойких и бескомпромиссных бойцов того времени. Игорь Егоров мало того, что был двукратным чемпионом мира по рукопашному бою, так еще и служил в спецназе внутренних войск, где за год до описываемых событий сдал на краповый берет. А потому он выходил на каждый бой как настоящую битву, и в тот вечер схватка этих двух великолепных бойцов стала настоящим украшением турнира. Специально для тех, кто верой и правдой служил и служит в ВДВ, морском десанте, разведке или спецназе, кто всей душой любит чистое, мирное небо, кто уважает храбрость и силу духа, Великоросс создал новую коллекцию просто фантастических кожаных ремней. Мощные и надежные, они выполнены из премиальной воловьей кожи в различных цветовых решениях. Вариант с классической бляхой или с современной автоматической, позволяющей невероятно удобно регулировать ремень. Сами бляхи изготовлены из латунных и мельхиоровых сплавов и выглядят солидно и брутально. Внешняя сторона кожаного ремня методом горячего тиснения украшена легендарными словами «Нет задач невыполнимых, есть десантные войска». Особенно порадует внутренняя сторона ремня. Здесь нанесен полный текст легендарной песни «Расплескалась синева», которая звучит в сердце каждого настоящего воина. Отдельно стоит рассказать о подрачной коробке, которая также является произведением искусства. Она имеет форму настоящего парашюта и окрашена в цвета флага ВДВ. Специально для наших подписчиков по промокоду М1 Великоросс дает большую скидку. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии и заказывайте крутые вещи от настоящего отечественного бренда. Ухвата Белетову, известному заслуженному мастеру спорта Паушу Санда и президенту федерации Восфиму Киргизстана Паушу Санда. Он как раз является чемпионом Европы Паушу Санда, этого вида спорта очень известного Паушу Санда. В Китае, соответственно, и понятно всем победит. Кубка мира Паушу Санда он также является. Ну и тот человек, который прошел несколько стадий отборочных, в том числе и полуфинальную стадию, и вошел в этом в самом дивизионе 70 килограмм в финал Гран-при. Школа, которая представляет пять сторон света. Тренер Агузин Магомая и Александр Буряк. Гаджи Карайфову здесь привоз и выводят. И что соответственно? Четыре боя, три победы, одно поражение. И клуб Паппи Лигов из Пазамюрта. Боевой Орел. Здесь бой легким, в общем, по сути сказать, я не вижу. Я не вижу, потому что два спортсмена примерно равного уровня. Попал навстречу так. Короткий, левый снизу. Да, короткий, левый снизу. Боксерская стилистика, здорово. Распространены удары по ногам. Боксерская стилистика, здорово, здорово, здорово. Вот правый Лу с данной дистанцией точно попал. Разорвать ему? Ему-то, конечно, разорвать дистанцию, продышаться немножко. Игорь вот сейчас... Бросается в размер. Рановато, рановато. Он не уверен сейчас, не уверен в себе. И в ударной технике, конечно, вот сейчас невооруженным взглядом забитого при Москве. В том числе скоростных возможностях. Да, Рыбка поднимет в стойку. Вот опять разрез правой на праву, посмотрите, Дмитрий. И сейчас Левшу становится. Забит. И аккуратно закручивается против часовой стрелки. Рассечение. О, здесь правой Лу-Кип. Попал, а? Еще один мощный. Хорошее оружие, которым по-настоящему владеет классно Игорь Егоров. Правый, короткий, быстрый лоу. С передней дайки. Попытка с дальней дистанции. Кто-то мимо. Вот опять бросается сам Игорь. Опять, опять попал. Два точных ударов у бойца. Мазик. Он терпит эти удары, а на самом деле человек чуть более-менее пробитенький. Могу упасть от таких ударов. Хотя при этом 24 года, спортивный тоже опытный. Опытный, да, но бросается, не подготовил фонтан. Что-то так со скачка бьет. Видно, как бьет. И Забито уже прочитал в этом отношении. Я могу уже уверенно заявить, что прочитал и назначил. Кстати, вертушка поотвеченная. Пока не туда. Но проигрывает. Безусловно, пока проигрывает. Игорь Егоров. Надо менять тактику. Он пытается добраться до партера. Но до партера как? Со связок надо заходить. Заходить со связок. С дневночным ударом он не успевает. Вот перебивает сейчас. Внутренний, точный. Еще раз ловый внутренний, повторный. И сейчас переводят сразу же два. Это классик для тот жанра. К1 на клики-клоксе. Два нижнего уровня. И тут же в мидл, либо в хайки. С левой ноги. Прикормить и ударить, да? Да, здорово. Сейчас расслабился. Задут на гаражер. Руки подопустил. Начал играться. Не рановато. Первый раунд только. Еще как минимум два. Чемпионский бой вполне себе. Да, он сейчас ничего не пропустил. В первом районе практически ничего. Хорошо. А вот здесь попытка опять пропустила. Не дает. Забит очень грамотно защищается. Кипка такая четко. Сильно играть повторно. Хороший бой. Дмитрий Глаз не может заставить. Боец это главный человек на любом событии. В любом случае. Он занят. Просто, к сожалению, есть примеры другого. Да, да, да. Есть и примеры других спортсменов, которые не то что разговаривают. Но хотя ведут себя немножко неправильно. Такое тоже случается. КММ, кстати, это отнесло. Ну, опять. Здорово, право, право. Здорово. Вообще, бой, конечно, будет надо потрясающим. Здесь еще ничего не решили. А как мне еще нравится хоккей. Там стоит боец с такой уровнем, что... Пальцем в глаз он показывал, что пальцем в глаз попал. Не исключаю, кстати. Кстати, так посмотрите, правильно стоит Игорь Егоров. Так правильно именно классический для ударника. Классическая стойка такая, знаете, здорово смотрится со стороны. На руки смотрят. Даблл джек, двойный, но... Вот здесь чуть-чуть... Попал, он по печени попал. Классный бой. Как я получаю удовольствие невероятно на этой айпоте. Это бой по ММА напомнился. Да, кстати. Потому что это так уж отвлеклись. Будут решать ударки. Здорово. После боксиста не уплывал. Еще, мне кажется, Игорь перекачан все-таки вот с правой руки особенно. Поэтому он доставляет свой удар очень долго, в отличие от Забида. Вот здесь колено, пацан, это здорово выбросил. Че, вовремя? С ударом снизу вышел. Разбой! 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 Правый на левую. Здесь почувствовал, Забида, что попал. Еще хочет дополнить. Тут правый лоу навстречу. Сейчас Игорь попадает. Сам теле это равновесие. Право пропускает через руку. Он сквозь. Бэксис защиту. И в левшу. Вот когда Забида вернулся Душин, сейчас он вернулся в свою стойку. Когда он остановился в правостороннем стойке, он как-то получался слушать черного. Ну что, неужели подсел немножко Забида, еще устал, выморился. Видно. Не похож пока. Сабл-джепи, смотрите. И просто никак не реагирует. И тут же справа, и тут же левый миддл. Ну, подустал. Классическая боксерская комбинация. Подустал, да, Дмитрий. Левый внутренний, но тик-точный. И почувствовал Игорь Егоров, что, знаете, к ним сутболе он функционален в этом бою сейчас. Хотя бы он пропускался больше. И каких ударов он пропускал? Это не одиночные сейчас джиллы, которые идут. Хорошие удары, подготовленные. Да, комбинация. Подготовленные. Уж насколько мы об этом Максиму заговорили, насколько редко интересные бывают, или неинтересные бывают финалы. Здесь ребята, конечно, живут. Карты брошены на стол. Да, неправо. Давай. С одной стороны и с другой стороны. Ничего просто не будет. Здорово. Ищет, ищет сейчас Игорь Егоров. Пробует сейчас разные варианты. Смотрите, показывает глазами одну еще. И готовит атаку свою. И вот перевод. Первый перевод. Первый перевод. Первый перевод. Первый перевод. Здесь как себя, ну, поведут именно с корнями. Хорошо рядом находятся. Хорошо все это видят. Голова. Интересно. Игорь Егоров. Победы со ноги. Вздох. Победы со ноги. Игорь Егоров. Смотри, Дмитрий. Да, вижу. Вытягивает он. Да, 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 как есть. Здесь только физическая сила, на самом деле, Игорь Егоров, может, я думаю, спасти его от болевого приема. И позиция. Здесь отжать его некуда. А вот сейчас есть куда-то. Физику и Игорь, к церкви, мышцы. Сейчас он, ну, сейчас вытягивает. Забит. Забит к сетке прижат. Развернулся бы чуть-чуть, и тогда прием пойдет. А сейчас в какую сторону он крутится? Ну, осталось так вставать на голову, стараться соперника свалить. Соперник это прекрасно понимает. Игру нельзя сейчас порыть. Молодец. Хорош, колено, колено. И все тут так просто оказывается. А еще третий раунд. И здесь, посмотрите, что сделает Игорь Егорович. Вот тут взрывается аудитория. Начинает болеть усиленно за бойца из клуба Олим. 10 секунд концовка. Что Джорель Теременки дает концовку. 10 секунд озвучивает бойцам. О, хороший, о, хороший. Еще попал. Упаковка. Он уносит за Игорь Егорович. Действительно, люди говорят, прекрасный бой. В том числе действующие бойцы. И тут за Дасану Малатов, бойцы Академия России. Это прекрасный бой. И сейчас в этом бойце, вы знаете, цвета из Найкорца. Который... Локоть в стойке. Пошел. Они уже поглотили UFC в страйк-форсе. Ну, да, ну. Почему? Уже поглотило UFC, конечно, эту организацию. Вот лоу. Вот это лоу. Это оружие, которое я с самого начала отметил. С самого начала первого раунда. Это оружие Игоря Игоря Игорева. Хороший у меня лоу. Их справка. Ну, и волевой, конечно, боец. А забит встал. Забит встал. Руки стали как раз опускаться на пояс. Уже тяжело дышать. И угол его это прекрасно понимает. Игорь сейчас, мениться ли, будет его погружать дальше? Еще больше. Смотрите. Конечно. Перевод за счет силы. Перевернуть. Кричем придавить. Еще немножко полежать. Кладко, собственно, говорил Алексей Леонидович. Все вполне логично. Просто из нас поставить гирю сверху. Он будет тяжело. А если вот эта гиря еще по-моему сверху будет бить. Да, вот сейчас полный маун. И он сейчас с нами. Опа. Не смостишь. Грамотно. Уйдешь. Грамотно. Уйдешь, можно и смостишь. Грамотно. Забит защищается. Да. И сейчас подметка. Равай надо будет. Но он ее не делает. Наберевую силу не знаю. Смотрите, сейчас силу. Плес на арку пошел. Плес на арку пошел. Плес на арку пошел. Не переплатился. А вот теперь все. Сейчас физическая сила. Посмотрите. Вот сейчас за счет физики только можно выкинуть. Где-то на арку. Можно было выкинуть. Да. Но выкинуть. Представляете, вот то, о чем мы говорим. Физическая сила. Мощь. Мощь вынушилась. Вот это Игорь Егоров, я вам скажу. Проигрывая дрызг в первый раунд. Чуть не упал. И нокаутом мог проиграть этот поединок. Как он вырвал этот бой. На морально-волевых. На невероятной мощи и физической силе. Вот то, о чем мы говорим. Это Игорь тоже некоторое оружие. И, конечно, его прокаченность. Вот эта мощь, она видна была, конечно. Бои вверх на арку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин